Рассмотрим базовые понятия в области систем и сетей телекоммуникаций. В первую очередь нас интересует, что такое сетевая технология. Кратко сказать, сетевая технология это любой набор средств и правил для построения сетей. Тут у нас технология IP-сетей, на данный момент основная технология для сети передачи данных. Технология маршрутизации, технология MPN, технология MPLS. Все это некий набор протоколов, программных и аппаратных средств и так далее. Все это для того, чтобы организовать некую сеть. Сеть строится на основе какого-то набора протоколов. Причем набор протоколов объединяется в модель этих протоколов. Тут следует сказать, что в зависимости от того, что было раньше, что позже, у нас есть наборы протоколов, которые вытекают из предварительно заданной модели. Например, например, модель ISO оси. Сначала была создана эталонная модель ISO оси, а потом на базе этой эталонной модели созданы протоколы. Или стеки протоколов TCPIP или IEEE 802. Вначале создавались протоколы, а потом эти протоколы были собраны в некую идеальную модель. Так вот, протоколы, собственно, по своему названию, это набор правил, которые позволяют взаимодействовать элементам сети. Для взаимодействия между элементами существуют так называемые технологии коммутации. Опять же, технологии коммутации возникли не сами по себе, они вышли из опыта. Самые простые технологии коммутации – коммутация канала. Наверное, одна из самых известных и самых распространенных в свое время технологий. Пример – телефонная связь. Когда у нас появляется соединение телефонное на взаимодействие двух клиентов, двух узлов, выделяется целый канал. Соответственно, через все промежуточные устройства выстраиваются именно каналы, коммутация каналов. Появляется соединение, занимается целый канал. Но зато мы в рамках этого канала можем управлять его параметрами, задавать параметры качества передачи информации, ширину полосы пропускания и так далее. Коммутация сообщений. Сообщения – это более высокий уровень. Мы разделяем всю информацию на некоторые фрагменты. Сообщения несут определенную информацию, и вот эту информацию в каждом сообщении мы передаем. При этом мы не занимаем канал полностью все время. То есть передали сообщение, а в это время через канал может передавать сообщение кто-то другой. Коммутация пакетов. Чем отличается от коммутации сообщений? Пакет – это некое общее название. Пакеты бывают на каждом уровне протоколов. Пример приведем простой. Сообщение имеет какой-то смысл, и если вы отправляете письмо, то это будет коммутация сообщений. Пакет же сам по себе может нести смысл или нести кусочек смысла. Давайте мы порежем наше письмо на несколько частей и по очереди отправим эти части. А человек на другом конце потом соберет такая мозаика пазл. Вот эти части пазла и будут пакетами. Коммутация ячеек возникла в технологии МПЛС. В данном случае у нас отличается от коммутации пакетов следующим образом. Коммутация пакетов у нас идет на уровне, скажем, сетевом. То есть мы задаем маршрут на основе пунктов, по которым пойдет этот пакет. Коммутация ячеек является еще более простым вариантом коммутации пакетов. Там задается между каждыми узлами, между каждой парой узлов путь этой ячейки. То есть еще меньше накладных расходов на пересылку этих ячеек. Таким образом мы имеем несколько вариантов передачи блоков данных, которые не занимают весь канал. Недостатками, естественно, является то, что при этом мы теряем возможность жестко следить за параметрами передачи информации. Соответственно, вся совокупность оборудования, узлов и так далее, все это у нас объединяется в сеть связи. Узлы, которые являются частью сети связи, связаны между собой с помощью линий связи. По линиям связи передается информация. Можно считать, что узлы это некий активный элемент. Узлы каким-то образом перерабатывают информацию, изменяют и трансформируют. Линии связи, пассивные элементы, они служат только для передачи информации между узлами. Соответственно, мы можем задавать параметры этих линий связи, например, полосу пропускания, скорость передачи и так далее. Линии связи могут быть, естественно, аналоговыми и дискретными. Ну, на данный момент переход практически полный происходит с аналоговыми на дискретной линии связи. Это связано со многими причинами, мы в них даваться не будем. Кроме того, как вы представляете, линии связи могут быть однонаправленные, двунаправленные и полуторанаправленные, так называем. То есть, симплексные линии передачи, дуплексные и полудуплексные. Симплексные, понятно, вы передаете только в одном направлении информацию, в обратном направлении информация не идет. Дуплексная передача, пример телефон, вы одновременно можете говорить на обоих концертах. То есть, два человека друг другу говорят, насколько они хорошо воспринимают информацию, это уже вопрос, не входящий в наше исследование. И полудуплексная передача, это рация. Вы сказали и говорите прием и нажимаете кнопку приема. И теперь вам могут передавать информацию. То есть, фактически, полудуплексная передача, это два симплексных канала в разных направлениях. Протоколы, которые, собственно, являются соглашениями при взаимодействии разных элементов нашей сети, разделяют на уровни. Собственно, зачем это делается? Фактически, можно рассмотреть все как сложную систему. И для того, чтобы сложная система адекватно работала, нужно произвести декомпозицию этой системы. Таким образом, чтобы каждый элемент системы выполнял наименьшее количество действий, но при этом делал эти действия хорошо. Таким образом, мы весь стек протоколов разбиваем на несколько уровней. Уровни взаимодействуют друг с другом через интерфейс. Протоколы на разных узлах логически к уровню взаимодействуют. Но, практически, конечно, связь идет обычно с верхнего уровня на нижний. Нижние уровни непосредственно взаимодействуют через линию связи. И потом пакет, блок информации, поднимается на соответствующий уровень на втором узле. Задав на каждом уровне свой набор функций, мы одновременно должны задать некий набор услуг, сервисов, которые ниже лежащий уровень предоставляет выше лежащему уровню. Собственно, вот эта услуга или сервис описывает конкретный набор информации, который передается от ниже лежащего уровня к выше лежащему. И, собственно, вот этот набор услуг и будет характеризовать каждый уровень нашего протокола. Соответственно, мы рассматриваем взаимодействие разных уровней протокола через точку доступа к услуге. При этом следует учитывать, что у нас часть информации, часть функционала уровня жестко завязана именно на точку предоставления услуги. То есть уровень протокола вышележащий будет зависеть от нижележащего. Пример, который вы увидите. Стэк протоколов TCPIP. Там под сетевым уровнем находится абстрактный физический уровень, который может включать целый спектр разных стэков протоколов. Так вот, функциональность сетевого уровня зависит от того, какой стэк протоколов находится на физическом уровне. То есть, таким образом, функциональность... Не только нижележащие протоколы передают информацию, но и функциональность вышележащих протоколов зависит от функционирования нижележащих. Работают протоколы следующим образом. Когда у нас информация идёт сверху вниз, она состоит, собственно, из элемента интерфейса и элемента данных. Информация, которая поступает с одного уровня на другой, энкапсулируется. И таким образом, если мы сверху передали сообщение какое-то, то, опускаясь вниз на сабо-нижний уровень, на котором и будет производиться передача между двумя узлами, на каждом уровне наша информация приобретает дополнительные элементы, соответствующие нижележащему уровню. После того, как информация дойдёт до другого узла, и она будет подниматься с нижележащего уровня на выше лежащий, она будет, как луковица, очищаться от этих элементов. То есть, каждый вышележащий уровень очищает информацию, достаёт свой элемент, проверяет его и отправляет данные на вышележащий уровень. И там происходит то же самое. Таким образом, в конце концов, на соответствующий вышележащий уровень придёт именно та информация, которую мы отправили. Простой пример. Вы отправляете кому-нибудь бандероль, берёте книжку, упаковываете в конверт, этот конверт несёте на почту, его потом складывают в пакет, этот пакет кладут в большой ящик, ящик грузят в контейнер, везут в контейнер, а потом происходят обратные элементы. Из контейнера достают ящик, из ящика пакет, из пакета ваша бандероль, бандероль распаковывают, и вот, собственно, вот она книжка, вот она информация, которую нужно было получить. Протоколы можно также делить по соединению. У нас есть протоколы с предварительным установлением соединения и без предварительного установления соединения. С предварительным установлением соединения протокол хорош тем, что он договаривается с другим узлом предварительно, а потом начинает связь уже когда договорился с другим узлом. Протокол без предварительного установления соединения просто отправляет информацию, не зная о том, дойдет информация или нет. Пример. Протокол с установлением соединения это телефонная связь. Например, мы сначала дозвонились, там сказали алло, мы представились и начался разговор. Протокол без предварительного установления соединения это почта. Мы отправили письмо и не знаем дошло оно или нет. Но зато при отправке с протоколом без предварительного установления соединения у нас меньше накладные расходы. Ну и соответственно, поскольку технологий съевых очень много, то в каждой технологии задается свой стек протоколов. Ну, примеры. Технология СОСИ. Технология СОСИ интересна тем, что она фактически не нашла никакого применения. Дело в том, что она разрабатывалась на замену других технологий. Это был такой комитетский протокол, очень хороший, очень идеологически выверенный. А поскольку он разрабатывался в рамках Европейского Союза, то бюрократия Европейского Союза имела возможность внедрять его во все учреждения. Но все, что от него осталось, это чудесная модель эталонной СОСИ. Ну и построенные очень хорошо протоколы постепенно мигрировали в другие стеки протоколов. Стек TCP IP. Этот стек лидер. Волею судеб он стал основным стеком сетевым. И стек IEEE 802. Это технология локальных сетей. Этот стек описывает то, что лежит, скажем так, ниже стека протоколов TCP IP. То есть они очень хорошо дополняют друг друга. Ну и когда говорится про сеть, говорится о том, на базе чего она сделана. На базе стека TCP IP, потому что вначале был стек TCP IP, а потом на его основе сделали модель. И на базе модели ИСОСИ, потому что модель есть, а стек протоколов имеет крайне вторичное значение относительно всей этой модели. Стандартизующие организации. Тут целый набор стандартизующих организаций. Но в первую очередь это разные фирмы, которые что-то придумывают и потом стараются пропихнуть, чтобы все это как можно шире использовалось. Фактически фирмы создают стандарты де-факто. Ну вот, например, фирма DEC создала протокол DEC.NET. Фирма 3.COM создала протокол Ethernet и так далее. Тут очень сильно еще зависит от открытости и закрытости протоколов. Ну, например, фирма Intel создала и продвигала протокол для интерфейса USB. А фирма Apple продвигала протокол для FireWire. Ну и FireWire фактически мертва. А USB, которая имела много хуже параметры, чем FireWire, и сейчас жива и очень хорошо развивается. Комитеты. Это комитетские протоколы. Ну, к комитетским протоколам отношение такое, что они переусложненные, там слишком много требований. В результате получаются монстральные протоколы. Например, АТМ. Очень хороший протокол, но очень сложный и фактически мертвый. Более продуктивные комитеты это АЛ-Трипалы, АИТФ. Но они идеологически работают немного по-другому. Поэтому они не настаивают на каких-то решениях, а просто рекомендуют, адаптируют уже известные решения. Дальше стандартизационные организации. Это национальные организации стандартизации. Ну вот, например, российский ГОСТ и советские, европейские ЕЦИ организация, Монстр, американская НСИ организация по стандартизации. Они задают стандарты, они их пытаются продвигать. Ну, это тоже как фирмы. Эти стандарты становятся, могут работать только внутри области, которая покрывается данной национальной организацией. Или становятся стандартами де-факто. И международные организации стандартизации, вот тот же ИСО. Опять же, они могут придумывать все, что угодно, но если стандарт слишком усложненный, он теряет жизнеспособность. Эталонная модель ИСО-ОСИ была создана... Нет, я думаю, что мы это прервем.